Всем привет! С вами Анонс Уз и это рубрика Хлопушка. Сегодня у нас подборка фильмов о женщинах. Тошнит уже от этого тренда. Фильм Барби. Он такой же пластмассовый и бездушный. И если вы хотите поверить, что картина подарит вам новый сюжет, то глубоко ошибаетесь. Яркие фильтры и красивая картинка – единственные плюсы Барби. Привет, Барби. Я загляну к тебе вечерком? Конечно. У меня нет особых планов, кроме вечеринки с другими Барби с танцевальной постановкой под фирменную песню, так что забегай. Забегу. Самый розовый фильм года – Барби-2023. Яркий, красивый, с потрясающими актерами. Но идеальная Барби в идеальной упаковке. Все начинается очень весело и радужно. А затем в фильме идет очень много наслаждения феминизма. Кен выставлен полным дегенератором. Фильм за пару секунд забирает детскую ностальгию. Хотели бы выжить вечно. Вечно оставаться таким же молодым, красивым и не стареть ни на мгновение. Пожалуй, от подобного дара отказались бы далеко не многие. Но нужно ли это? Адалин Мари Боуман появилась на свет 1 января 1908 года. Много лет спустя она завела свою семью. Но холодной зимней ночью 1935-го жизнь Адалины переменилась навсегда. Адалин в возрасте 27 лет попадает в автомобильную аварию. И получает способность не стареть. И так она живет, стараясь не выделяться. Периодически меняя имена и документы. Переезжая с места на место. И расставаясь с людьми, которых любят. И вдруг в ее жизнь появляется миллионер. Филантроп и просто хороший парень. Ради которого, возможно, стоит остановиться. У тебя была долгая жизнь, но ты не жила. Я, наверное, не умею. Каждая девушка в детстве мечтала стать принцессой. Правда, на первый взгляд, жизнь принцесс может показаться очень роскошной. Но вы задумывались об обратной стороне медали. Каково это быть истерзанным ангелом? Доктор, это Диана. Я покажу вам больницу. На первом этаже есть столовая, но она уже закрыта. Можем заскочить ко мне и поужинать. Я не шучу. Я не знаю, как с вами связаться. Как у обычных людей, у меня есть мобильный телефон. Хотя не как у обычных, у меня их четыре. Ваше здоровье. И ваше. История старая, трагическая и печальная. О светлой женщине, принцессе Диане. Покорив за свою короткую жизнь многих простых людей своим умом и добрыми поступками, она боролась за справедливость. Создатели фильма потрудились на славу. Они рассказали замечательную, необычную историю любви. В этой любовной истории оказалось огромное количество преград, которые создавало не только общество, мораль, устои и традиции, но и сами герои. Я делаю все, что могу, чтобы мы были вместе. Диана! Диана. История любви. Записывай. Женщина. Безумная, хитрая, наглая и талантливая. Получится шедевральное кино. Она всех считала своими рабами. Нелепо, несуразно. А ты уволен. Что за звуки? Вы меня порезали. Но за все приходится платить, и это так вдохновляет. Фильм про сильную духом девушку, которая никогда не идет на поводу у своих невзгод. Плохая наследственность, дурное воспитание. Несчита и отсутствие документов сделали из нее очень интересную личность. Фильм не лишен смысла. Рассказывает историю неординарной девочки, которая мечтает стать модельером. Она не такая, как все, но она не боится быть другой. Как вас зовут? Труэлла. Держитесь. Главные беды еще впереди. Логично, что перед тем, как устроиться на работу, вы должны пройти стажировку. Я, конечно, все понимаю. Может, молодым все легко дается. А что, если вам плюс 70? Я Бен Уитакер. У меня встреча с мисс Остин. Я думала, у нее встреча с новым стажером. Это я. Сколько вам? 70. А вам? Главный герой – 70-летний Бен. Он уже на пенсии. Жена умерла, внуки далеко. А тут ему на глаза попалось объявление, что в интернет-магазин одежды требуются стажеры-пенсионеры. У Бена еще полно сил и энергии. Он надел костюм и отправился к своим потенциальным работодателям. Как мужчины за одно поколение из Джека Николсона и Харрисона Форда превратились в таких... Кошмар. Единственное, что может быть хуже, чем умная женщина – это женщина, которая знает, что она умна. С вами Вла Хлопушка. Оставайтесь с нами. С вами Вла Хлопушка.